Здарова, стратегический жевжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь продолжение партии за Баварию под управлением Людвига Второго. Ну, циво напишу, что это Германия на самом деле, это Бавария, будем честны. Подробности того, что тут происходит, что мы тут делаем, какие у нас условия и цели в первой серии, ссылка на весь плейлист в описании в прикреплённом комментарии. Переходите туда, смотрите спонсоры канала всей серии, как они выходят, видят сразу, для всех остальных они раз в день будут появляться. Спасибо спонсорам большое за поддержку и давайте продолжать. В общем-то, у нас по плану сейчас объявление войны с Кифи. Мы осудили, апнули всё, что хотели. Ну, не всё, правда. Ещё у нас, по-моему, один дуболом должен быть, да. Накопим на него следующим ходом. И апнем, но войну объявлять уже надо. Цель у нас... Так, официальная война. Причём, это должно, по идее, Горга и Александру понравиться. Понравиться. Они любители того, чтобы все воевали. Так, вот тут Скифский лучник, но не думаю, что он Триру может вообще что-то сделать. Так, давайте начинать обстреливать чертомлык. Так, входим мечником. Арбалет. Арбалет. Вот тут, как я, тебя боюсь двигать. Я бы скорее вот так всадников пока оставил. Для похода на покровку мы ждём осадную башню. Так, вот, кстати, вырубать сейчас будем холмик и тоже рудник ставить. И, в общем-то, ученичество таким образом откроем. А, ну и здесь и надо рудник. Вообще, следующим ходом мы ученичество откроем уже. Но у меня не будет денег капнуть в латника. Или будет, слушайте. Ладно, посмотрим. Тут пока стоим. Стоим. Галикарнас кто-то построил. Вторая Бавара-Скифская война началась. Через пять ходов обращай. Наверное, тогда не будем использовать миссионера. Лучше дальше пойдём территорию исследовать. Валету там обратим какую. У нас на этом континенте ни у кого нету религии, кроме меня. Вот это другие континенты, походу. У нас уже, видите, 10 городов, а там 14,1. Так что... Большие шансы доминировать по религии. Я, хотя, удивлён, что Скиф никакую религию не основал. Так, вот тут вопрос. Делать торговца? Как у нас ходов до конца эпохи? 13 до следующей сессии. Это в том плане, что надо ли в центре города строить? Ну, священное место, конечно, плюс 5. Но я очень не хочу вот эту клетку тратить. Кроме того, у нас священные места на реках дают плюс. Ммм, кстати, килва. А где я могу это поставить, не пойму. А, на побережье. Нет, ну нету смысла. Нету смысла, нету смысла. Ладно, торговца. Потом амбар, после торговца тогда. Трире монумент, амбар. Тут как раз жилья не хватает. Акведук. Я хочу сначала вырубить лес. Хотя давайте поставим... Акведук сюда. Меточку на будущее. Ну, в принципе, единственное место, куда можно акведук строить. Даже я смотрю... А, потому что там соль, все верно. Так, и тут он хорошо нападает. Так, здесь... В первую очередь, конечно, армию... Блин, он начал стены строить, что ли? Да. Это плохо. Но я думаю, он успеет стены построить до того, как мы... ...сможем нападать. Так, давайте посмотрим, сколько будет стоить апгрейд в... Влатника. 50. Да, надо апать Влатника. Ну, этим пока постоим здесь, наверное. Даже можно вот так подойти. Или даже атаковать, слушайте. Мы следующим ходом сможем... Ну, блин, вот этот, конечно, не будет обстрелить. Ладно, надо подумать. Ну, я думаю, правильно, что атакуем. Я не думаю, что он может стены быстро построить. Наверное, этого всадника сюда еще перебросим. Вдруг поможет. Так, в Кёльне... ...один ход до пшеницы. Тогда, наверное, можно вырубить на водяную мельницу. И тут следующим ходом пшеницу обработаем. Ганза. Кампус. Вообще, надо подумать по поводу ромашки с ганзами. Ну, выглядит, как вот здесь ромашка, да? Но тут при условии, что мы сможем... ...на всех этих реках поставить... Ну, точно здесь будет... ...дамба. Это... ...эльба. ...везер. Ну, видимо, здесь тогда. И на Одере еще надо, ну. Ну, похоже, сюда. А, подожди, почему тут нельзя? Почему-то тут нельзя. Хорошо. А вот здесь? Тут может быть, что, типа, вот эта клетка везер, да? А вот эта клетка другая река, и поэтому не считается. Такая, видите, только здесь. Ну, все равно нормально. И получается... ...здесь. Там три дамбы реально нужны. Ну, и у нас офигительное соседство для ганз. А здесь, видимо, компуса. Хотя можно и коммерческие районы поставить. Ну, правда, у меня коммерческие районы уже тут поставлены в каких-то местах. Так что, видимо, компуса. Либо еще священные места можно. Ну, тут священное место есть. А, вот здесь центра коммерции нет. Ну, вот, например, здесь точно центр коммерции можно. Так, во Франкфурте здесь можно священочку. А с другой стороны, нафига нам соседство для священки? Тут кампус лучше. А священку, например, вот сюда же можно. А вообще тут священки плюс три. Хотя тут два. Кроме того, в Мюнхене, например, кампус сюда можно. А возможно, даже нужно. Здесь, кстати, а вдруг мы достроим Ападану? Тогда здесь, возможно, театралка. Ну, в общем, красиво. 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 Ну, я сразу сейчас сначала тут ферму поставлю. То есть я пока не собираюсь районы эти делать. А тогда что я тут собираюсь делать? Может, поселенцы? Мне нужны еще два поселенца. Одного сюда, а другого на место чертамлыка. Вот куда-то сюда. Ну, карточка на поселенца не стоит. На строителей стоит. Ну, это пока еще строителя. Дальше. Пока в математику. Хочется Петру все-таки в Гейдельберге. Хайдельберг. Так, ну что тут будет делать? Фигася, тут требушеты у нас. Ну, требушеты юнитам мало что сделать могут. Я боюсь, как бы следующим ходом стены не построились. Мне, наверное, надо будет, когда появится осадная башня, к чертамлыку сначала вести. Здесь мне не должна вроде покровка убить. Сейчас я даже вот так встану. А, я уже пострелял. Хотел подвезти. Ну, ладно, давайте тогда... Блин, ладно, сюда. Нет, тут будет, получается, и покровка, и это обстреливать. Ладно, сюда. Хотел бы нам подвезти всадника сюда. Так, рудник, рудник. Кофе. Кофе я, наверное, этим строителем обработаю. Давайте пока рудники. Так, стоим. А, блин, не поставил храм Махабодхи же. Чтобы соседство было. Ну-ка. Мне эта способность очень нравится, конечно. Плюс четыре. А когда поставится центр коммерции, плюс шесть будет. Так, и сколько стоит апостола купить? Двести шестьдесят пять. Надо копить на апостола, укрепить религию, чтобы была наука за количество верующих. Нам дофига науки добавят. Могут убить этого всадника. Фу. Ну, блин, все-таки построил стены. Фак. Так. Блин, и как нам тут поступить? Ну, тут точно отойдем. Просто если я убиваю одного из этих лучников, у нас под двумя... Ну, одного из лучников надо убить. Я имею в виду конями именно. Так. Дальше сюда входим. Ну, арбалиды сейчас тяжело против стен. Поэтому надо подводить... ...осадный юнит. Это осадный юнит у нас только на рукопашных работает. То есть не на... Не на всадников. Так. Вот тут есть очень большой шанс, что могут этот арбалет убить. А с другой стороны, теперь могут убить и этого мечника. Да и этого всадника тоже. По-моему, разграбление развлекательного комплекса лечат. Наверное, надо апнуть. Тут надо отойти. Блин, слишком много юнитов у скифов. То есть вот эти его коники, которые легко становятся... Ну, которых две делается сразу. Это, конечно... Порываясь, наверное, из Гайдельберга отправим. Это я уже готовлюсь к Петре. Какой город я обратил? Черт, там лык. Нифига тут гору им насыпало. Угу. Надо ли мне еще осадную или лучше катапульты? Это, наверное, лучше катапульты. А где у нас требушет? В военной инженерии. Тут обработаю кофе и как раз вырублю лес на квидук, я так думаю. Так, второй торговец завершен. Что здесь? Может, священку тогда? Или амбар? Давайте амбар. Все-таки в центре города, раз у нас увеличено на 50, правда, мне кажется, минус мечник, скорее всего. И мне кажется, какой-то из этих всадников. Мечник, а кто по мечнику стрелял? Город, походу. Десять ходов. Не, ну тут мы точно выйдем в золотой век. Ну вот, через два хода арма обратиться, и это недостающие мне два очка. Точно угадал. 50. Восстановление здоровья. Стоим. Подводим. Ну, мне кажется, латником с осадной башней чертомлык мы возьмем. Блин. Вообще, надо следующим ходом госслужбу открыть. Я хочу поменять карточку на поселенца и во Франкфурте, и в Мюнхене, наверное, во Франкфурте только буду строить поселенца. Потому что я хочу чертомлык убить. Мне кажется, он неудачно оставить. Мне надо, я думаю, что вот сюда надо доставить город. Вот на эту клетку. Так, у нас, кстати, соль еще есть. Так, пингало в Берлине. Так, из Гайдельберга отправляем. Я, наверное, во Франкфурт бы отправил, чтобы, ну, типа, производства больше. Мне больше, наверное, в Гайдельберг производства требуется, чем еда. С едой, нормальные клетки. А этот караванчик... Из Кёльна. Пойдем, может, эти клетки обработаем. Конечно, постоянные извержения. Ну, и клетки шикарные будут. У нас еще на соли, значит, производство, возможно. Сюда встану. Амбар в Гайдельберге. Ну, Джебельбаркал мы и так строим здесь. Но оно не дает никаких плюсов, потому что нету районов. Ну, еще плюс два центра города. Ладно, вру, дает. Плюс два центра города. Ладно, давайте строителя тут. Надо строителям. Хотя, не знаю, почему так мало производства тут. Да, тут нужен строитель. Ну что, мечника убьют? По всаднику стреляет. Это же очень здорово. Еще и опыт этот всадник получил. Так, отлично. Так, что я... Почему я хотел открыть гражданскую службу и поменять карточку? На поселенцев. На поселенцев. Тогда вот тут вместо производства. В Мюнхене надо рынок, а потом поселенца еще. Так, я, наверное, подойду сюда и... И... Апну. Стреляем. Так, ему тут достаточно подойти. Наверное, сюда отойду. Могут убить мечника, но... Осадная башня. Осадная башня и намечника, и наладника будет работать. Это чтобы нам хватило. Осадная башня делает так, что рукопашные юниты игнорируют... Игнорируют стены. Хоть мы их и убиваем, но... Они достаточно много силы добавляют. Так, давайте постою. Пускай... Видите, тут... Канди ворвалась. Пускай, может, они меня обстрелят, зато Канди не трогают. Не знаю. Как будут тут юниты действовать. Блин, в трире надо бы... Надо бы уже... Акведук, но, видимо, один ход придется отложить. Так, все уже, я набрал. Монополизировали коу, у меня кофе, монополия. Значит, туризм, 10, вход. А замки когда у нас? Довольно близко. Я просто хочу узнать, сколько дает Людвигу открытие замков туризма. Нет, тут надо отложить. Мне надо акведук строить. Я хочу все-таки лес вырубить. Придется один ход потерять производство, но... Оно того стоит. Ничего менять не будем. Вообще, можем союзы с кем-нибудь заключать, наверное. Вот дружба у нас с Александром. Не знаю, почему... Почему скиф так концентрируется на всадниках именно. Так, вот я не понимаю, с кем мне за... У меня, по идее, союз, мне кажется, либо с Византией нужен, либо с Горго. Но у них как-то не особо ко мне отношения. Красивые тут районы у Горго. О! Кайф. И удерживается, кстати, вполне. Люблю, когда по лояльности так города присоединяются. Вот, смотрите. Значит, так мы атакуем и стены, и город, да? 39-49. Так. Мы атакуем... Вообще, показывается, что мы атакуем, типа... И город, почему? Хотя это неправда. Осадная башня. Когда находится рядом с городом, юниты ближнего боя и антикавалерийские игнорируют стены и атакуют непосредственно город. И здесь возрождение, но у него стены самые первые, древние. Ладно, все равно мы сначала обстреливаем. Блин, вообще странно. А, вот сейчас показывают, видите? Просто атакуется город. Где мы должны сейчас его взять? У меня такое ощущение. Слушайте, а может не брать? Потому что если я его возьму, то всадник минус. Давайте-ка постоим пока. Он все равно уже отсюда стрелять не будет. Спешить с его взятием мне нету смысла. Так, здесь тоже пока арбалет прокачаем. Нормально, черта млэк. В любом случае, уже все. Так, 80 золота, 13 железа. Вполне через ход можно будет. Нормальненько. Так, пошла. Как нам тут лучше, наверное, вот сюда куда-то везти? Катапульту еще надо. Видите, я вообще развитием не занимаюсь. У нас чисто все на войну. Так, и тут откладываем. Не должен требушет убить мне кавалерия. Он даже не пытался, на самом деле. Мощная снежная буря накрыла войска скифов. Так, надо забирать так. Город разрушаем. Не подставляемся под военный лагерь пока. И тут пока стоим. Покровку посложнее будет брать. Я поэтому и хочу, наверное... И этого Владника апнуть. Так, ставим Петру. Сто ходов Петра. Фигаси. Ну, зато и тут плюс два, да? Так, сколько нам там до апостола осталось? 265. Долго еще. Не хочу подставляться под города. Этот пускай стоит. Я не думаю, что выстрел города и копейщик могут его убить. Но... Несколько юнитов Канди... Тут убили. Соль обработает. Может и в Кёльне тогда поселенцы, а не в Мюнхене? Правда, там Магнус сидит. Давайте, наверное, тогда Магнуса пересадим в Кёльн. Тут осталось-то вон одно... Ну, хотя тут и камень еще, и лес. А в Кёльне вырубать нечего. Ах! Ладно, пока оставим так. Странно, у меня так, вроде, ресурсов хлопок, кофе, цитрусовое. Такое несчастье. Усталость от войн минус один. А почему? Я же не потерял юниты. Я воюю не на своей территории. Почему такая высокая усталость? Я ж не с Чандрагуптой воюю. Ай-яй-яй, тут что-то латника. А чё, а чё скифы решили требушеты строить, интересно? Вообще, в данной ситуации вообще лишний юнит. Блин, а вот ферма тут или рудник? Наверное, все-таки рудник. Там деньги дадут. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Да, тяжело, тяжело. И там дальше ещё скифы будут сопротивляться. Так, а всадники у нас апаются вот в эти летучие отряды, да? То есть мне надо в замки идти и параллельно ещё форму управлю. То есть, видимо, монархию надо будет принимать. Видите, без ускорения открываю. Я не могу нигде второй храм построить. Просто надо давить скифов. Странно, мог сейчас копейщиком добить всадника, между прочим. Так, ну идём в замки, потому что следующим ходом их ускорим. Когда, видимо, надо всадников беречь. Беречь теперь. Он сейчас будет атаковать, скорее всего, катапульты. Это потеря хода будет, если я сюда встану. Так. Будем сюда. Ап этого владника 80? Или мне уже на всадников беречь? Я вот не знаю, мне прямо к покровке идти. Или военный лагерь сначала. Храм Махабодхи Ападаны стоят. Акведук не нужен пока. Ганза тоже не нужна. Ну, видимо, правительственную площадь наноют. Деньги нужны, чтобы клетку выкупить. Блин. Ладно, давайте монумент. Пока у нас действует. Может просто собрать здесь скот. Клетка даже не обрабатывается. С другой стороны, вот здесь будет мало еды у этого города. Знаете, наверное, мы этого рабочего к этому городу пока оставим. Так, две катапульты. Центр коммерции не могу я тут строить. Квятилище. Бессмысленно. Я уже открываю два божественного права, чтобы два храма строить. Так что, торговца. Ну, пока в центре города у нас бонус на строительство зданий. Строим в этих маленьких городах все в центре города. Ну, что, будет атаковать катапульту? Блин, там... Да ё-моё! Я conclude, то, что этот момент, который встал на силу к王ям с этим акселем. Вот это то, что я дам постоянно мир заключать, конечно... Так, два влияния. И... И... Недовольство с гарнизонами. Нет, это все ничего нам не надо. Нам деньги... Ну, давайте, наверное, караваны просто пускай деньги, чтобы мы накопили... Я могу уже... Тамирис... Осудить могу. И опять войну я могу через сколько ходов? Пять? Нет, не может быть, мы только мир заключили. Это ошибочные показатели. Вот тут можно было бы, конечно, поставить храм Артемиды, но уже его построили. Киллу Кесева не могу, но у нас района рядом с этим не будет, так что тоже нету смысла ставить. Так, вот тут у меня будет город, так что тут и стоим. Торговец. Увеличивает количество... Торговых путей, ваш торговый пути к городам, государствам плюс две веры. Но это вряд ли, а вот количество здоровых торговых путей увеличено, это здорово. Так, а требушеты тут у нас... Ну, как раз я сейчас так веду, по-своему, мне сначала надо замки, я думаю, что мне важнее летучие отряды сначала. Потом уже требушеты. Да, вот эта подстава всегда говорит, да, не могу добить. Схожу, посмотрю, что тут. Тут где-то должен быть позарык и не аполь. Ну, главное покровку взять. Покровка как столица, тут все остальное уже упадет. Так, Мюнхен монумент. Но водяная мельница в Мюнхене бессмысленна, тут нету никаких ресурсов с фермами. Я думаю, надо рабочего и идти кампус. Вот тут убирать камень, все вырубать и будет у нас тут офигительный кампус. Ну, офигительный как, плюс три. Нормальный кампус будет. Так что рабочего. Только я, только я замирился, уже сразу Александру это не нравится. Так, а Мантезума-то чё меня осудил? В упор не понимаю. О, а вот и Канди сработала. В упор не понимаю, зачем скифы строят постоянно требушеты. То есть, вот опять было, только что я видел, что был построен требушет. Так, повыше до латника. Ну, еще торговца. Наверное, из Трира надо отправить. Как раз Акведук будет построен, появится жилье. Можно будет использовать это. Очень большие границы уже у Покровки. За счет этого у нас Катапульты будут долговато идти. Храм Махабодхи, эх. Плюс шесть давал Храм Махабодхи к культуре. Ладно, следующим ходом мы можем апостола купить. Я надеюсь, еще не укрепили. А где мы реально пойти эти увидели? Блин. Тут, что ли, где-то? А, вот оно. Плюс четыре золота на исходящих торговых путях. Прикол. Это не военный город-государство. Это отвалившийся город-ацтека. Так, что у нас тут по религиям? Семнадцать католицизм, шестнадцать мой протестантизм, буддизм три, православие Византии основало, конфуцианство Македония и секси-секизм. Так, у нас православие и конфуцианство на нашем континенте появились. Смогут ли они противостоять протестантизму? Не уверен. Так, ну Рим, я надеюсь, приплыл. Вот он вряд ли с нашего континента. Да, приплыл. Прикольные цвета у Рима. Внезапную войну шесть написано, а с поводом для войны три. На самом деле шесть, правильно. Просто должно мирное перемирие пройти. Так, ТРИР может расти. Так, ТРИР может расти. Всадников у нас три штуки. То есть мы только трех сможем апнуть. Здесь вообще деньги будут в принципе. Не знаю, как я тебе, а вот думаю, может реально правильнее было войной. Но сейчас уже нет смысла переключаться. Сейчас надо открыть замки. Потому что тут и, во-первых, селитра появится. Во-вторых, сможем в Трибуше топнуть катапульты. Так, ну это два поселенца оставшихся, да? Вот я просто в гильдиях тогда уберу карточку на поселенную. Потому что больше мне негде города оставить. Это прям стоп. Ну я не буду сюда вставить город. Ну конечно прикольно, но не настолько. Так, что в ТРИРе? Может уже ГАНЗУ? Вот сюда причем. О, тут плюс. За что тут плюс четыре? Что-то не пойму. За соседние ресурсы. Но за лошади понимаю. Камни не дают бонус соседок. Дают каменоломник, когда они будут построены. Ну, кстати, ГАНЗУ нам походу тут надо ставить. Я не пойму. И камень не вырубать. Я только не пойму, почему... Неужели олени тоже дают? Просто четыре за соседние ресурсы. Может быть здесь тоже какой-то ресурс, который мы не видим? Ладно, ставим ГАНЗУ. Вот клетки слабовато присоединяются. А покупать я их не хочу. Мне, кстати, храм нужен еще один. Потому что могу сейчас найти чудо, и у нас не появится реликвия. Потому что некуда ее пихать. Просто. Так, может союз с македонским? Может кому-нибудь отменить? С кем плохие отношения? Вот у Ацтека, да? Но он, явно, никому и не посылает торговые пути. Ну, не знаю. Ну, давайте просто против Скифи проголосую. Хрен с ней. И там за торговый голосовали. Давайте еще раз попробуем за него. Я думаю, что опять они... Я не буду много вбрасывать. Не знаю, я думаю... На том континенте торговля не к Александру прошло. Ну, и торговый город-государство. Минус один здесь. Ну, потому что столицы всегда много. Тем более покровка 12 жителей. Идем с камнем разбираться. Так, он один ход. Второй ход уберет улучшение. Третий вырубает. Ну, что, водяную мельню? Ну, она вроде уже не работает, да? Да, бонусы за центр города не работают. Что ж? Построить два хода. Ган за три. А, это же способность Ганзы. Это не... Это не промышленные зоны. Это Ганзы. Это плюс один за каждое... За соседство с ресурсом любым. Точно. И, кстати, мне в Мюнхене Ганза не в ромашке должна быть. Потому что в ромашке от Кёльна, от Франкфурта и от Берлина. Так что, в принципе, в Мюнхене вполне можно и сюда поставить. Вообще, плюс три и здесь будет. Потому что здесь... То есть, вот если мы сюда поставим меточку, будет написано сейчас плюс три. Даже плюс четыре. Потому что еще ресурс кофе. Наверное, все-таки сюда надо Ганзу ставить здесь. Правда, сейчас она будет плюс один. И периодически затапливаться. Но пока мы не можем кампус строить, я ее построю. А может, из Деррахия лучше отправлю давайте. Чтобы дорога там была. Да, блин. Не очень получилось у нас с... Я прошлым ходом не купил апостола, да? Молодец. Все, поселенцы нам не нужны. Следующим ходом будем убирать. Зато тут нужны районы. Ну, мне кажется, священные. Потому что тут Ганзу сейчас будет мало давать, если я ее поставлю на том месте. Так что пока священные. Я думаю, что тут все так затапливаться должно. Мне бы по-хорошему в... В дамбы... Пойти. Альгамбра. Недостаток жилья. Да. Грустненько. О, производит впечатление количества людей. В нашей империи. Тут я вынужден согласиться. Но мне вроде железа и не надо. Я все... Все апнул. Или у меня есть один дуболом? Маши войска слишком сильны. Ну, конечно, мы тебя уничтожаем. Да, у меня три... Три латника есть. Ну что, вышли в Золотой век. Он... Начали раздражать Рим. Зависла вебка. Кстати. Извините. Я не заметил, сколько мне сейчас добавило туризма, кстати. Бонус центра коммерции и промышленной зоны. Но пока это ничего не надо нам. Единственное, что я уберу поселенцев. Так, содержание юнитов пускай будет. Ап юнитов пускай будет. Вассалы не особо у нас работают. Два влияния. Вот 22 рабочих поставим. Маловато. Плюс 4 центра коммерции. Выкуп клетки не хочу. С двумя и более повышениями довольствия. У вас только... Только Магнус. Жилье тоже вроде не особо надо. Чудеса мы не строим. Блин. Ну что, просто городские хартии на деньги. Видимо поставим. Ну а дальше как это будет работать уже в следующей серии. Дайте я попробую выключить вебку и включить. Не, нихрена. Все, повисло. Извините, пожалуйста, но спасибо, что досмотрели до конца этой серии. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже во вкладке в прикрепленном комментарии в ссылке на плейлист. Возможно, там уже есть продолжение. Но я думаю, что впереди грядет еще и третья. Бавара-скифская война. Похоже, у нас тут дуэлька пока. Ну вот эта вот часть, вот эта часть континента, вот так и, вот так, которая полностью находится на, получается, Авалонии. Видите, на Авалонии. Тут даже вот Аргас, типа, на-на. Вот Авалония должна быть наша. Авалония это наша территория. Вот тут Дерархия на Амассии каким-то образом оказалась, но это пофигу. А Авалония должна быть нашей. Все, в следующих сериях. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.